Всем привет! С вами Андрей Деркач. И это детали. Проект настоящего времени готовы объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. По имени Солнце расскажем о миссии ЕКА и НАСА по изучению ближайшей к нам звезды. На поверхности узнаем, как ученым из Аризоны удалось улучшить и удешевить солнечные батареи. Как за каменной стеной спросим у специалистов, насколько эффективны маски и как их стерилизовать. А также научно подкованный. Посмотрим, что изобрели ученые из Бостона, чтобы справиться с гололедом. Вот уже пятый месяц орбитальный аппарат НАСА и Европейского космического агентства движется в сторону Солнца, чтобы сделать самые основательные за всю историю исследования наиважнейшие для нас звезды. На днях ученые отметили знаменательное событие. Аппарат пролетел 77 миллионов километров, а значит преодолел половину пути. На этой отметке он сделал снимки аналогов, которым у человечества еще не было. Изображения, полученные аппаратом, посмотреть пока не удастся. Из-за огромного расстояния снимки идут до Земли целую неделю. Опубликовать их космические агентства планируют в середине июля. Мы хотим больше знать о том, как Солнце влияет на нас, землян, на нашу электронику, на астронавтов, на околоземных орбитах. Мы все еще мало понимаем, как именно Солнце работает. И с помощью инструментов, которыми мы сейчас располагаем, мы действительно сможем сделать шаг вперед. Орбитальный аппарат оснащен 10 современными инструментами для исследований, среди них 6 телескопов. Миссия будет выполнять детальные измерения внутренней гелиосферы и зарождающегося солнечного ветра, а также вести наблюдения полярных областей Солнца. С Земли мы можем наблюдать только за частью полярной области, потому что Солнце слегка наклонено. Необходимо выйти за эклиптику, чтобы увидеть полюса и магнитные поля. А это очень важно, например, для изучения солнечного ветра. Аппарат сможет это сделать, и в определенный момент миссии он окажется на 35 градусов дальше эклиптики. И это очень хорошо. Аппарат подлетит к Солнцу на расстоянии 42 километров. Температура там достигает 600 градусов по Цельсию. Здесь важна температура плавления алюминия, потому что это алюминиевый космический аппарат. И мы должны защищать его от воздействия Солнца. Делаем мы это с помощью защитного экрана, за которым он будет находиться почти все время. Почти все время он будет прятаться в тени. Чтобы сделать снимки, термостойкие панели будут на короткое время подниматься. После чего в ход пойдут приборы, которые будут наблюдать за Солнцем через шесть специальных иллюминаторов. Они также сделаны максимально устойчивыми к высоким температурам. Другая проблема заключается в том, чтобы содержать все в чистоте. Инструменты очень чувствительные, поэтому все должно быть сверхчистым. Это означает, что нам нужно устранять, буквально всасывать все, что может проникнуть в космический аппарат. Основная часть работы аппарата начнется в 2022 году, когда он, обогнув Венеру, выйдет на запланированную позицию. Миссия рассчитана на семь лет, плюс три года на возможное ее продление. Но мы надеемся, что аппарат проработает еще дольше. Многое зависит от того, как будет идти финансирование проекта. Мы можем его направить на Венеру или же прямиком в Солнце. Удовольствие изучать Солнце не из дешевых. На проект уже было потрачено полтора миллиарда долларов. Столько же НАСА потратила на солнечный зонд Паркер, совместно с которым и будут собираться бесценные данные о важнейшей из звезд. Андрей Деркач, Юрий Закревский. Специально для программы «Детали». А вот на Земле Солнце рассматривают в другом преломлении. Ученые пытаются найти способ умело воспользоваться самым главным даром землян — солнечной энергии. Для этого сейчас используются солнечные батареи, но они несовершенны. И вот именно их совершенствованием как раз сейчас занимаются исследователи из Аризоны. Виктор Олейник узнавал об их последних наработках. Министерство энергетики США ежегодно фиксирует рекордные показатели использования солнечной энергии в стране. Ведомство активно спонсирует инновационные разработки в этой сфере, что позволяет ученым делать солнечные батареи более эффективными и доступными. Когда вы смотрите на обычную солнечную батарею, то видите черные кремниевые ячейки, переплетенные между собой тонкими полосками. Эти полоски собирают сгенерированный на поверхности фотоэлектрического элемента ток и транспортируют его к шинам. Из-за того, что эти элементы находятся на внешней стороне батареи, производительность панелей значительно снижается. Эту проблему решили специалисты Аризонского государственного университета. В разработанных нами батареях вся контактная база находится с обратной стороны панели. Это позволяет избавиться от тени, которую отбрасывают находящиеся снаружи элементы цепи. Таким образом удается увеличивать площадь светочувствительной поверхности. При воздействии с солнечным светом кремний начинает генерировать электроны. Кремний обладает так называемой запрещенной зоной, которая позволяет переводить электроны с низкого на более высокий энергетический уровень. Создать напряжение — это половина дела. Электроны, созданные кремнием, также необходимо собрать с поверхности и преобразовать их в электрический ток. Эту роль выполняют контакты, сделанные из меди и серебра, шины и полоски. Серебро используется для того, чтобы извлекать электричество из кремниевого фотоэлемента солнечной батареи. Аризонские ученые смогли заметно сократить стоимость производства солнечной батареи за счет самой обычной алюминиевой фольги, которая позволила снизить количество используемого серебра, сохранив при этом общую эффективность электрической цепи. Лазер нагревает алюминиевую фольгу до больших температур, в результате чего она равномерно прилегает к поверхности солнечной батареи. В совокупности эти несложные инновации позволили увеличить энергоэффективность на 6%, при этом снизив цену солнечной батареи. Поскольку элементы не нужно спаивать между собой, нам требуется гораздо меньше пространства для организации соединений между разными компонентами солнечной батареи. Инженерное переосмысление пошло на пользу и внешнему виду солнечной батареи, которая теперь стала выглядеть как экран жидкокристаллического телевизора. Монолитная одноцветная поверхность улучшает внешний вид солнечной батареи, что немаловажно для людей, которые хотят разместить солнечные панели на крыше собственного дома. Создатели новой солнечной батареи отмечают, что все большее количество американцев всерьез рассматривает солнечную энергию как альтернативу традиционной. Некоторые компании даже предлагают разместить солнечные панели на крыше совершенно бесплатно, после чего продают это электричество жителям дома по более выгодной цене. На бытовом уровне солнечная энергетика в Соединенных Штатах уже давно успешно конкурирует с газом. Технология, разработанная аризонскими учеными, получила патент и была отобрана для финального этапа национального конкурса, призванного еще больше расширить производство и использование солнечной энергии в Соединенных Штатах. Еще один луч надежды в борьбе с пандемией появился благодаря английским ученым. Они рассказали о стероиде, который может значительно облегчить течение заболевания у тяжелых пациентов. Исследования на протяжении трех месяцев проводили ученые Оксфордского университета. Им удалось привлечь к тестам около 11 тысяч человек. Мы изучили воздействие препарата на различные категории пациентов. На каждую из них он оказывает разный эффект, так как у пациентов на ИВЛ 10-дневное лечение позволило снизить риск смерти примерно на 35%. У пациентов, получающих кислород, смертность снизилась на 20%. А это около 75% пациентов в больнице. Ученые одновременно тестировали сразу шесть известных препаратов. Дексаметазон оказался не только очень эффективным, но и дешевым лекарством. Он доступен в аптеках по всему миру. Он действительно эффективен и, что важно, широко доступен. Он есть на каждой аптечной полке в каждой больнице. Он доступен по всему миру и он очень дешевый. Этим препаратом мы спасаем каждого восьмого пациента в реанимации. И общая стоимость лечения всех восьми пациентов составляет всего около 50 долларов США. Дексаметазон относится к стероидным препаратам. Он используется с 60-х годов прошлого века, в основном для снятия воспаления при артритах, а также при астме и некоторых формах рака. Он хорошо изучен, в том числе на наличие побочных эффектов. Побочные эффекты кортикостероидов довольно хорошо известны. Например, у людей с диабетом они могут повысить уровень сахара в крови. Но, конечно, если человек находится на грани смерти без лечения, то риски побочных эффектов перестают играть решающую роль. Доктора по всему миру ожидают подробностей исследования. Одни относятся к нему скептически, другие открыто заявляют, что при выборе тактики лечения будут склоняться именно к этому препарату. Это всего одно исследование. Но оно доказывает, что дексаметазон действительно снижает риск смерти. Поэтому, если у врача пациент с серьезными осложнениями от COVID-19 и приходится выбирать вид терапии, то нужно делать выбор в пользу дексаметазона, пока мы не найдем что-то еще. Исследователи подчеркивают, что дексаметазон помогает только в тяжелых случаях заболевания COVID-19, при более легких формах он таким эффектом не обладает. Другие новости недели в дайджесте Евы Болдиной. В центре нашей галактики обнаружена новая органическая молекула. Ее назвали пропаргелемин. Ученые предполагают, что она может играть важную роль в образовании аминокислот, которые, в свою очередь, участвуют в процессах зарождения жизни. Молекулы в межзвездном облаке, в самом центре Млечного Пути, обнаружили с помощью телескопа в Сьерра-Неваде по уникальному электромагнитному излучению. Исследование публиковано в журнале «Астрономия и физика». Компания-производитель роботов Boston Dynamics научила своего четвероногого робота-спота пасти овец. Проект создавался вместе с новозеландскими разработчиками программного обеспечения. Команда надеется, что спот заменит пастушьих собак и сможет не только помочь псеводам, но и повысит точность оценок урожайности в сельском хозяйстве, а также сократит нагрузку на работников. Металлическим псом можно управлять из любой точки мира дистанционно. Сельское хозяйство – лишь одна из индустрии, где занят спот. В Сингапуре, в частности, его кузен уже следит за тем, чтобы посетители парков соблюдали социальное дистанцирование. Также на этой неделе спот впервые появился в свободной продаже на сайте Boston Dynamics. Любой желающий может приобрести всемирно известного робота за почти 75 тысяч долларов. Австралийские геофизики сделали очень важное для океанографии открытие. Как оказалось, зеленый континент опоясывает сеть из невидимых океанических рек. Феномен так называемых плотных шельфовых водных каскадов возникает летом, когда в результате испарения воды и сокращения поступления пресной воды с континента прибрежная вода меняет свою плотность. Более тяжелая соленая вода опускается в нижние слои и начинает течь вдоль морского дна, став фактически подводной рекой на дне океана. Открытие стало возможно благодаря десятилетнему исследованию с помощью подводных планеров. Подробности опубликованы в журнале Scientific Reports. Десять лет назад на острове Сеймору побережья Антарктиды исследователи обнаружили странную окаменелость, напоминающую сдувшийся футбольный шар. Теперь находки, которые окрестили нечто в честь фильма о пришельцах, наконец нашли объяснение. Окаменелость является вторым по величине яйцом, найденным за всю историю палеонтологии. По оценкам ученых из Университета Чили, возраст находки составляет 68 миллионов лет. По всей видимости, яйцо отложила морская ящерица мозозавр, населявшая планету за 2 миллиона лет до вымирания динозавров. Ископаемое ставит под сомнение раннее представление ученых о том, что мозозавр не откладывал яйца, а производил на цвет уже живое потомство. Ученые предупреждают, что ношение маски во время интенсивных физических упражнений может быть опасным для здоровья человека. Британские ученые провели исследование, которое показало, что молочная кислота, вырабатываемая мышцами во время физических нагрузок, конвертируется в углекислый газ и выдыхается. Однако при ношении маски углекислый газ возвращается в легкие человека, что снижает когнитивные функции и приводит к увеличению частоты дыхания. Маски уже давно не смущают окружающих. Это элемент не только индивидуальной защиты, но и стиля. Это реальность, в которой нам жить еще долго. Тем не менее, какими бы стильными маски ни были, важно знать, как именно они работают, какие из них наиболее эффективны и как их нужно стерилизовать. Алексей Горбачев задал специалистам все эти вопросы. Медицинские маски прочно вошли в повседневную жизнь. Во многих штатах США без маски нельзя войти ни в госучреждения, ни в магазин. В связи с этим популярность обрели легкодоступные маски из ткани, которые каждый может изготовить из подручных материалов. Если я чихнул или кашлянул, и при этом я являюсь бессимптомным носителем COVID-19, множество микрокапель, содержащих вирус, не распространятся за пределы этой маски из ткани. Это позволит защитить других людей. Ученые предупреждают, что маска из ткани не гарантирует защиту от коронавируса, но имеет важнейшее значение в борьбе с пандемией. В некоторой степени она защищает и носителя маски, поскольку не позволяет вам дотрагиваться до рта или носа, а это является одним из способов попадания вируса в организм. Это же относится и к стандартной медицинской маске. Защиту от коронавируса она не гарантирует. Наиболее эффективными в случае с COVID-19 являются респираторы N95, однако они оказались в остром дефиците с самого начала пандемии. К слову, цифра 95 означает, что они предотвращают попадание мельчайших частиц в легкие, с вероятностью в 95%. Они предназначены для одноразового использования и произведены из материала на основе пластика, который задерживает нежелательные патогены с помощью электростатического заряда. Масок N95 сейчас не хватает даже в медучреждениях. В Политехническом университете Вирджиния ТЭК нашли выход из ситуации. Там модернизировали маски N95 с помощью современных технологий. Вместо того, чтобы печатать на 3D принтере маску, мы печатаем форму для нее. Форма выглядит точно так же, как этот образец из дерева. После чего мы приступаем к процессу под названием вакуумное формование. Накладываем лист пластика на форму, нагреваем, и таким образом с помощью вакуума пластик обретает форму образца. Примерно так выглядит итоговый результат. Использование дефицитного материала, заряженного электричеством для захвата мельчайших наночастиц, включая клетки вируса COVID-19, было решено минимизировать. Из него сделан только фильтр. Вы вынимаете фильтр и выбрасываете его. И так можно делать каждый раз, когда вы принимаете нового пациента. Фильтр одноразовый, а остальную часть можно дезинфицировать. Модернизированная маска решает и другую проблему – контакты пациента и врача. Маска прозрачна. Пациенты, у которых есть проблемы со слухом, следят за губами, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Кроме того, прозрачная маска позволяет пациентам увидеть улыбку врача, что улучшает процесс взаимодействия. Разработчики надеются, что технология позволит уменьшить дефицит масок. К примеру, только в масштабах одной лаборатории можно выпускать по 200 масок в день. Пока же люди пытаются дезинфицировать уже имеющиеся маски. В интернете можно найти массу рецептов по дезинфекции масок N95 в домашних условиях. Один из них – это положить маску в духовку при температуре в 180 градусов по Фаренгейту или 80 градусов по Цельсию. Однако ученые скептически относятся к подобной инициативе. Пар или кратковременное воздействие высоких температур является известным методом дезинфекции. Однако маска – это производная из пластика, и при высокой температуре она расплавится. Есть угроза, что целостность маски будет нарушена. Хотя изначально маски N95 разрабатывались в качестве одноразовых, и их повторное использование не рекомендуется, ученые все же нашли способ их эффективной дезинфекции. В лаборатории Virginia Tech был разработан аппарат, стерилизующий маски и при этом не разрушающий их структуру. В комнате, в которой находится устройство, есть стеллажи, куда вы раскладываете маски, после чего устройство начинает выделять пары пироксида водорода. После того, как газ достиг нужной концентрации, дезинфицируется все, что находилось с ним в контакте. Ученые предупреждают, медицинские маски необходимо регулярно менять, а тканевые – стирать. Если нет возможности сделать ни то, ни другое, специалисты рекомендуют, по крайней мере, поместить маску на солнце. Продолжительное пребывание на солнечном свете является универсальным методом дезинфекции, хотя он и не гарантирует стопроцентный результат. Алексей Горбачев, Юрий Закревский, специально для программы «Детали». Поскользнулся, упал, очнулся гипс – схема нередкая для зим в северных широтах. Никогда не знаешь, где вчерашний подтаявший снег ночью превратился в лед, и где сонный дворник забыл посыпать дорожку песком. Но даже в местах, где посыпают при одной только мысли о снегопаде, например, в Бостоне, опасность поскользнуться и получить травму остается. Ее устранением занялись ученые одного из главных технологических университетов в мире. Подошва, которая не скользит, казалось бы, простая и очень нужная идея, но воплотить ее в жизнь без научного подхода доселе не удавалось. Не случайно, что реализация идеи стала возможной в месте, где гололед – обычное дело. Мы живем в Бостоне. У нас здесь зимой много снега и льда, поэтому мы задумались, как можно улучшить сцепление обуви в гололед. Мы хотели сделать что-то динамическое, чтобы сцепление усиливалось во время ходьбы. К тому же мы видели, что в природе есть отличные примеры таких динамических систем. На создание нескользящей подошвы, формы и рельеф, которая видоизменяется при движении, ученых Массачусетского технологического университета подтолкнула и японская техника киригами – искусство изготовления бумажных фигурок с помощью ножниц. В киригами нас привлекла простота. Вы просто берете и режете материал, как вам надо. И это действительно нечто уникальное, потому что за тем легким движением вы можете менять форму полученной фигуры. Разработчики испытали множество материалов и форм. В итоге оказалось, что наиболее эффективным является решение с использованием стали. Для создания нескользящей подошвы стальной лист нарезается таким образом, что при сгибании он словно выпускает шипы, которые и создают сцепление. Кроме того, мы сделали небольшие углубления на нашей подошве, добавили текстуру на ее поверхность, и таким образом нам удалось сделать сцепление еще большим. Для каждого из дизайнов авторы проекта анализировали жесткость и угол, под которым шипы появляются при изменении формы материала, а также силу трения ее измеряли с помощью динамометрических платформ. Подошвы продемонстрировали высокую эффективность на льду, паркете и виниловых покрытиях. Мы сравнили наше изобретение с обычными зимними ботинками и увидели значительное улучшение сцепления, что и заставило нас показать миру наше исследование. Наша подошва оказалась в 2-3 раза более эффективной. Сейчас ученые думают над облегченной версией подошвы, хоть ее пластиковый вариант также показал отличные результаты. Например, надежды возлагаются на резиновые шипы с остальными наконечниками. Прорабатываются и места, где такое изобретение пригодилось бы больше всего. Мы думаем, что его можно опять-таки использовать в гололед, а также в местах, где люди работают на скользких поверхностях. Пока мы еще определяем, где наш проект пригодился бы в первую очередь. Уже есть как минимум два варианта нескользящей подошвы — съемные и непосредственно встроенные в обувь. Разработчики обещают, что оба обойдутся очень дешево, как для производителей, так и для покупателей. В университете Джонса Хопкинса не уверены, что плазма людей, которые были носителями коронавируса, может быть полезна при лечении или профилактике COVID-19. Чтобы расставить точки над «и», они решили провести отдельное исследование. Тысячи людей получили плазму крови с антителами против коронавируса, чтобы облегчить течение заболевания. Только в США было более 20 тысяч таких пациентов, но до сих пор нет глубоких и основательных исследований того, имел ли такой способ лечения какой-либо эффект. Хоть сама идея проста и понятна. «Можем ли мы защитить людей? При обычных обстоятельствах вы бы сказали, да, человека нужно вакцинировать. Но поскольку вакцина недоступна, мы могли бы сделать пассивную иммунизацию. Не ждать, пока организм выработает антитела, а дать ему уже готовую защиту». Предыдущее исследование китайских учёных не дало какого-либо однозначного заключения об эффективности плазмы с антителами. Хотя вот попытки специалистов из нью-йоркской больницы Маунт-Синай провести свои тесты дали более обнадёживающие результаты. «Вроде бы всё работает, и мы можем предоставить эту важную часть данных и посоветовать плазму в качестве эффективного лечения COVID-19». Тем не менее, сопутствующих вопросов ещё много. Например, на какой стадии заболевания плазма может помочь, а на какой нет. А также, может ли она предотвратить заражение. И как долго чужие антитела работают. «У кого-то иммунитет слабее, у кого-то сильнее. Вопрос в том, как долго у людей может продержаться этот иммунитет. И ответ на этот вопрос нам жизненно важно узнать. Это важно для всего мира». Чтобы получить достоверные данные, исследователи намерены привлечь в свой проект максимальное количество участников. Это были детали. Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего. Уже через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!